Приключения Мюнтхаузена Я путешествовал верхом на коне. Дело было зимой. Шел снег. Конь устал и начал спотыкаться. Мне сильно хотелось спать. Но на пути не попалось мне ни одной деревушки. Что было делать? Пришлось ночевать в степи. Кругом ни куста, ни дерева. Только маленький столбик торчал из-под снега. К этому столбику я привязал своего коня. А сам улегся на снегу и заснул. Спал я долго. А когда проснулся, я увидел, что лежу не в степи, а в деревне, или вернее в небольшом городишке. Со всех сторон меня окружают дома. Что такое? Куда я попал? Как могли эти дома вырасти здесь в одну ночь? И куда девался мой конь? Долго я не понимал, что случилось. Вдруг слышу знакомое ржание. Это ржет мой конь. Но где же он? Его голос доносился откуда-то сверху. Поднимая голову, и что же? Мой конь висит на крыше колокольной. Он привязан к самому кресту. В одну минуту я помню, в чем дело. Вчера вечером весь этот городок со всеми людьми и домами был занесен глубоким снегом. И наружу торчала только верхушка креста. Я не знал, что это крест. Мне показалось, что это маленький столбик. И я привязывал к нему моего коня. А ночью, пока я спал, началась сильная отипель. Снег растаял, и я незаметно опустился на землю. Но бедный мой конь так и остался там. Наверху, на крыше, привязанной к кресту колокольной. Он не мог спуститься на землю. Что было делать? Недолго думая, я схватил пистолет, прицелился и попал прямо в уздечку. Потому что я всегда был отличным стрелком. Уздечка разорвалась пополам. Конь быстро спустился ко мне. Я вскочил на него и, как петель, помчался вперед. Впрочем, со мной бывали и более забавные случаи. Как-то раз я пробыл на охоте весь день. И к вечеру набрел в лесу на обширное озеро, которое так и кишило дикими утками. В жизни свою не видел я такого множества уток. К сожалению, у меня не осталось ни одной пули. А я как раз этим вечером ждал к себе большую компанию друзей. И мне хотелось угостить их дичью. Как я вернусь домой без уток? Долго я думал, вдруг вспомнил, что в моей охотничьей сумке остался кусочек сала. Ура! Это сало будет отличной приманкой. Я быстро привязал его к длинной и тонкой бечевке и бросил в воду. Утки, увидев съездное, тотчас же отплыли к салу. Одна из них жадно проглотила его, но сало было скользкое и быстро, пройдя сквозь утку, выскочила у нее позади. Таким образом утка оказалась у меня на веревочке. Тогда к салу подплыла вторая утка и с ней произошло то же самое. Утка за уткой прокладывались сало и нанизывались на мою бечевку, как на нитку. Не прошло и десяти минут, как все утки были нанизаны на нее, словно бусы. Можете себе представить, как весело было мне смотреть на такую богатую добычу. То-то будет пир для моих друзей. Но тащить это множество уток оказалось не так легко. Вдруг, можете представить себе мое удивление, утки взлетели на воздух и подняли меня к облакам. Другой на моем месте растерялся бы, но я человек храбрый и находчивый. Я устроил руль из моего сюртука и, управляя утками, быстро подлетел к дому. Но как спуститься вниз? Очень просто. Моя находчивость помогла мне и здесь. Я свернул несколько утким головы, и мы начали медленно опускаться на землю. Я попал как раз в трубу моей собственной кухни. Если бы вы только видели, как был изумлен мой повар, когда я появился перед ним в очаге. К счастью, повар еще не успел развести огонь. Да, много было самых всяких удивительных случаев. Пробираюсь я как-то раз через чащу дремучего леса и вижу, бежит дикий поросенок. Совсем еще маленький, а за поросенком большая свинья. Я выстрелил, но, увы, промахнулся. Пуля моя пролетела как раз между поросенком и свиньей. Поросенок завизжал и юркнул в лес, а свинья осталась на месте, как вкопанная. Я удивился, почему и она не бежит от меня. Но, подойдя ближе, я понял, в чем дело. Свинья была слепая и не разбирала дороги. Она могла гулять по лесам, лишь держась за хвостик своего поросенка. Моя пуля разорвала этот хвостик. Поросенок убежал, а свинья, оставшись без него, не знала, куда ей идти. Беспомощно стояла она, держа в зубах обрывок его хвостика. Тут мне пришла в голову блестящая мысль. Я взялся за этот хвостик и повел свинью к себе на кухню. Бедная свинья покорно плелась вслед за мною, думая, что ее по-прежнему ведет поросенок. Да, я должен повторить еще раз, что находчивость великая вещь. В другой раз мне попался в лесу дикий кабан. Справиться с ним было гораздо труднее. У меня даже ружья с собой не было. Я бросился бежать, но он помчался за мной, как бешеный, и непременно проткнул бы меня своими клыками, если бы я не спрятался за первый попавшийся дуб. Кабан с разбегу налетел на дуб, и его клыки так глубоко вонзили в ствол дерева, что он не мог вытащить их оттуда. — Ага, попался, голубчик, — сказал я. — Погоди, теперь ты от меня не уйдешь. И, взяв камень, я стал еще глубже вколачивать дерево, острые клыки, чтоб кабан не смог освободиться. А затем, связав его крепкой веревкой и взвалив на телегу, я с торжеством повез к себе дому. То-то удивились другие охотники. Они и представить себе не могли, что такого свирепого зверя можно поймать живьем, не истратив ни одного заряда. Впрочем, со мной случались чудеса и почище. Иду я как-то по лесу и угощаюсь сладкими, сочными нишнями, которые купил по дороге. И вдруг прям передо мною олень стройный, красивый, с огромными ветвистыми рогами, а у меня как назло ни одной пули. Олень стоит и приспокойно глядит на меня, словно знает, что у меня ружье не заряжено. К счастью, у меня осталось еще несколько вишен. Я зарядил ружье вместо пули вишневой косточкой. Да-да, не смейтесь, а обыкновенной косточкой. Раздался выстрел, но олень только головой помотал, косточка попала ему в лоб и не причинила никакого вреда. В одно мгновение он скрылся в лесной чаще. Я очень жалел, что упустил такого прекрасного зверя. Год спустя я снова охотился в том же лесу. Конечно, к тому времени я совсем позабыл об истории с вишневой косточкой. Каково же было мое изумление, когда из чащи леса прямо на меня выпрыгнул великолепный аллею, у которого между рогами росло высокое развисистое вишневое дерево. Ах, поверьте, это было очень красиво. стройный олень и на голове у него стройное дерево. Я сразу догадался, что это дерево выросло из той маленькой косточки, которая в прошлом году заслужила мне пулей. На этот раз у меня не было недостатка. В зарядах я прицелился, выстрелил, и олень замертво грохнулся на землю. Таким образом, с одного выстрела я сразу получил и жаркое, и вишневый компот, потому что дерево было покрыто крупными спелыми вишнями. Должен сознаться, что более вкусных вишен я не пробовал за всю свою жизнь. Я, кажется, еще ничего не рассказывал вам о своих лошадях. Между тем, у меня и с ними случалось немало чудесных историй. Дело было в Литве. Я гостил у одного приятеля, который страстно любил лошадей. И вот когда он показывал гостям лучшего своего коня, которым он особенно гордился, он сорвался с узды, опрокинул четырех конюхов и помчался во двору как безумный. Все в страхе разбежались, не нашлось ни одного сменчика, который герзнул бы приблизиться к рассверепившему животному. Ядин не растерялся, потому что обладал удивительной храбростью. Я с детства умею обуздывать самых диких коней. Одним прыжком я вскочил коню на хребет и мгновенно укоротил его. Он сразу почувствовал мою сильную руку и покорился мне, словно малый ребенок. С торжеством объехал я весь двор и вдруг мне захотелось показать свое искусство дамам, которые сидели за чайным столом. Как же это сделать? Очень просто я направил коня к окну и как вихрь влетел в столовую. Но я заставил жеребца спрыгнуть на чайный стол и так искусно прогарцевал среди рюмок и чашек, что не разбил ни одной рюмки, ни одного самого маленького блюдца. Это очень понравилось дамам. Они стали смеяться и хлопать в ладоши. А мой друг, очарованный моей удивительной ловкостью, попросил меня принять эту великолепную лошадь в подарок. Я был очень рад его подарку, так как собирался на войну и давно подыскивал себе скакуна. Через час я уже мчался на новом коне по направлению к Турции, где в то время шли жестокие бои. Конец. Редактор субтитров